здравствуйте дорогие друзья с вами портал exeget.ru и мы отвечаем на вопросы наших подписчиков что означает понятие святая русь святой русью называли наше древнее русское государство что там были все святые отнюдь нет мы с вами учили историю и знаем и примеры и предательств и неблагочестивого поведения и уклонение от веры и например разгола языческого и каких-то таких неприглядных страниц нашей истории много людей были отнюдь не на высоте своей духовной жизни почему же мы называем этот период жизни нашего народа святой русью и например почему сейчас не очень принято называть нас святой русью потому что не все там святые были а большинство просто понимала что такое святость и этот идеал святости было многих людей в голове они понимали что добро и зло надо оценивать с позиции христианской святости вот какой-то князь предатель например не хотел хранить мир со своими братьями кого-то вероломно убил все время на своих соседей братьев нападал почем зря такой человек конечно воспринимался как грешник или например другой князь который дипломатии так там гибкостью взаимопомощью старался хранить мир между русскими людьми и сохранял их жизни такого человека могли прославить в лике святых человек который защищал веру который строил храмы который защищал отечество который помогал нашему народу найти правильные пути выживания на его историческом на его историческом пути вот эти вот люди все оценивались с позиции святости как люди положительные сейчас часто в нашем мире черное называется белым белое называется черным уже непонятно кто там мужчина женщина не определившийся что такое брак ложь везде везде пропаганда непонятно кто говорит правду непонятно кто приукрашивает какие-то вещи которые казались еще лет 50 дикими и невозможными сейчас возводятся в норму и если ты этой норме не следуешь тебя еще и наказать могут поэтому в современном мире ориентироваться очень сложно и вот этот идеал святости глазах людей затуманивается многие наши соотечественники прожившие 30 лет в таком идеологическом и воспитательном вакууме когда нас не звали особо ни к чему высокому не сподвигали на какие-то коллективные подвиги когда пафос такого героических воспитательный считался чем-то надуманным навязанным когда нам прививали потребительство что вот максимум счастья это сходить в магазин и купить дорогую вещь вот за этот период многие стали цинично относиться к высоким идеалам в том числе идеалам святости святость начала казаться чем-то недостижимым сказочным надуманным и выдуманным а тем не менее столетиями многие дети в нашем народе воспитывались на житиях святых на идеалах святости на подвигах наших героев без такого высокого идеала без такой высокой планки воспитание практически невозможно потому что человеку всегда нужен ориентир к чему стремиться в человека заложено стремление развиваться и расти и в чем ты будешь расти в том чтобы купить более дорогую машину более качественный телефон или в том чтобы преображать свою душу служить другим людям и становиться святым выбор за тобой внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео синий Продолжение следует...